В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Осторожно, поезд! На железнодорожной платформе Калинина прошел рейд по безопасности. Спрыгивают с платформы, залезают на платформу. Общественники Ленинского округа проверили свои знания правил дорожного движения в тотальном онлайн зачете. Законы и правила меняются, поэтому за этим надо следить. Больше тонну макулатуры жители муниципалитета собрали в помощь юному Максиму Гришину. Мы не ждали, что придет такое количество людей, что так откликнутся. Мы очень рады тому, что люди очень отзывчивые. На платформе Калинина прошел рейд по безопасности. Сотрудники полиции, железнодорожной инспекции и администрации муниципалитета в очередной раз обратились к пассажирам с просьбой соблюдать правила перехода через пути. Доброе утро. Правила перехода на железные дороги. Нет, спасибо. Доброе утро. На железнодорожной станции Калинина прошло очередное профилактическое мероприятие. К сожалению, несмотря на регулярное проведение подобных рейдов, несчастные случаи все равно происходят. 9 октября 16.52 в районе пешеходного перехода у нас произошел очередной смертельный случай в Ленинском городском округе. Травмирован молодой мужчина смертельно, житель деревни Калиновка. В рейде приняли участие представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сотрудники центральной пригородной пассажирской компании, администрации округа и полиции. Участники мероприятия раздавали информационные листовки и напоминали пассажирам о правилах безопасности. Жители, по своей сути, видать, спешат куда-то, не соблюдают правила перехода в пешеходных, спрыгивают с платформы, залезают на платформу. Но это все опасно для жизни, и это подтверждает вот эти смертельные случаи. Местный житель Олег Иванов постоянно пользуется электричками. Говорит, что редко встречает здесь нарушителей. Нарушителей тут редко бывают, в единичных случаях практически, но бывают. Особое внимание было привлечено к подросткам. Многие из них всегда в наушниках и могут не слышать сигнала о приближающемся поезде. По настилам, мостам и в отсутствие движущегося поезда, либо подземным переходом. В ходе таких рейдов удается выявить несанкционированные переходы через пути. Именно благодаря таким наблюдениям на станции Калинина было установлено металлическое ограждение вдоль железной дороги. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Лопатинской средней школе прошел мастер-класс от сотрудников Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Школьники третьих и восьмых классов узнали много интересного из работы МЧС. Подробности в репортаже Галины Житковой. Для сотрудников Центра «Лидер» борьба с мощной стихией огня является ежедневной обыденной работой. А вот школьники замирают, наблюдая, как языки пламени обжигают уже довольно прохладный осенний воздух. У нас есть запланированные уроки в течение года, на которых мы рассказываем, как вести себя в опасных ситуациях, как пользоваться телефонами экстренных вызовов. И для этого нам, конечно, на помощь приходят специалисты. Лопатинскую среднюю школу и Центр «Лидер» связывает давняя дружба. Руководство понимает, такая демонстрация спецтехники и оборудования не только научит правильно действовать в сложных ситуациях, но и, возможно, определиться с будущей профессией. Ребятам показали, чем занимаются сотрудники МЧС, как обезвреживать, например, боевые какие-то снаряды. Показали приборы, которые основаны на законах и закономерностях физики. Поэтому для того, чтобы поступить в институт или вуз, или техникум МЧС, необходимо сдать экзамен по физике. Это большой стимул для изучения физики. На площадке перешколы развернулась настоящая походная выставка МЧС. Ребята научились пользоваться огнетушителями, управлять брандспойтом. А демонстрация оборудования для обнаружения и обезвреживания боевых снарядов вообще стала хитом дня. Бывает, частенько нас вызывают на всякие стройки. В Москве катастрофе, так как вы сказали. Приезжаем, находим всякие минометки. Там, соответственно, прибор уже не нужен. Мы приезжаем, одеваем и забираем приборы. Алексей Тундыков телефоны базовых служб спасения знает наизусть. Мальчик понимает, что быстрота реакции поможет спасти не одну человеческую жизнь. Сам однажды попал в эпицентр в чрезвычайной ситуации. Было доложено о том, что в школе якобы заложена бомба. И мы все были эвакуированы в другое здание. Но, скорее всего, после оказалось то, что это был очень плохой телефонный розыгрыш. Нас просто увели. И уже после рассказали, что именно было. Такое полное погружение в работу и будни спасателей для ребят бесспорно полезный опыт. Для одних в качестве профориентации, а для других инструкция к применению в чрезвычайных ситуациях. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Фидное ТВ. В эти дни в Московской области проходит тотальный онлайн-зачет на знание правил дорожного движения. Принять в нем участие могут все желающие. В Ленинском округе новацию опробовали члены общественной палаты. Насколько сложное было тестирование, узнала Юлия Погасьян. В качестве улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и повышения безопасности на дорогах Подмосковья в середине октября в регионе была запущена акция, когда каждый водитель может освежить свои знания правил движения. Данный знак в любом случае вам говорит о том, что проезд без остановки запрещен. В любом случае вы должны остановиться. Принять участие в тотальном онлайн-зачете очень просто. Зарегистрироваться на сайте, я знаю, ПДД и за 20 минут ответить на 20 вопросов касательно правил дорожного движения. Задания незамысловатые. Это с уверенностью отметили члены общественной палаты Ленинского городского округа, которые одни из первых присоединились к зачету. У меня стаж вождения почти 20 лет. Вот на следующий год буду менять очередной раз права. И решила возобновить свои знания. Естественно, оно же это все притупляется, забывается. Мне кажется, вот как только сдали на права, первый год как-то опасаюсь. А через год думаешь, ох, я ас. Ну, на самом деле и законы, и правила меняются, поэтому за этим надо следить. Подмосковье – первый регион, который проводит такое онлайн-тестирование. Все успешно прошедшие зачет будут награждены именными электронными сертификатами, а 20 участников, набравшие максимальное количество баллов за минимальное время, получат ценные подарки. Я считаю, что это полезный тест для того, чтобы освежить свои знания. Я всем предлагаю и хочу, чтобы все участвовали в этой программе. Пройти тестирование в Подмосковье можно до 11 ноября. Примечательно, что никакие санкции к водителям, которые плохо пройдут зачет, применяться не будут. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно.ТВ. На прошлой неделе мы рассказывали о юном жителе города Кирова Максиме Гришине. Мальчик с рождения болен спинально-мышечной атрофей. Видно. С 18 по 24 октября проходила благодарительная акция по сбору макулатуры. Все вырученные средства были направлены на лечение мальчика. Участие принял и наш телеканал. Идея собрать макулатуру для Максима Гришина появилась в нашем коллективе сразу после съемки сюжета. С инициативой выступила моя коллега Мария. Посмотрим, кто же примет участие. В ход пошло все. Старые газеты, журналы, книги, инструкции к технике и кипы исписанных листов А4. Вместе сотрудники газеты и нашего телеканала собрали более 10 крупных стопок бумаги. У нас, как у предприятия, накопилось очень много бумажных отходов. И с пользой, собственно говоря, мы сегодня их направляем в торговый центр «Ларец». И это та самая ситуация, когда чем больше, тем лучше. Каждый килограмм здесь идет на пользу. Сейчас вся эта макулатура отправится с нами на пункт сбора. А значит, впоследствии поможет Максиму. Пункт сбора макулатуры «Ларце» начал работу 18 октября. И с момента открытия точка не пустовала. Когда мы приехали в торговый центр, бумагу и картон волонтерам передавали юные жители муниципалитета – ученики Видновского художественно-технического лицея. Мама пришлась по всему дому и нашла очень много молокотур. Она нашла газеты, старые порванные книжки, тетради. Я и моя семья очень хочет помочь маленькому ребенку, чтобы он выздоровел. Неравнодушных было много. Ежедневно пункт сбора буквально тонул в принесенной жителями макулатуре. Мы не ждали, что придет такое количество людей, что так откликнутся. Мы очень рады тому, что люди очень отзывчивые. И на сегодняшний день мы видим вот такую большую, позитивную, внушительную массу макулатуры. Вчера волонтеры закончили свою работу в торговом центре и сдали собранную бумагу и картон. Как нам стало известно, их масса превысила одну тонну 100 килограммов. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. В средней школе и библиотеке поселка совхоза имени Ленина проходят две выставки творческих работ. Они подготовлены детьми и преподавателями коллективов муниципального центра культуры. Главной темой обеих экспозиций стала осень. Выставка библиотеки получила название «Нас осень вдохновляет». При работе над ней ребята использовали разные техники, включая гербарий и аппликацию. И одно из самых ярких времен года в буквальном смысле заиграло новыми красками. Представитель главного акционера заусовхоз имени Ленина компании «Рота Агро» Сергей Верлеев отметил, что талантливых ребят необходимо поощрить. В прошлом году проводили конкурс рисунков, мы проводили конкурс фотографий. И смотря на вот эти вот работы, хочется продолжить нашу традицию и провести точно такие же конкурсы по осенней тематике. Выставка под названием «Осенняя элегантность» разместилась в стенах средней школы поселка. Юные художники для воплощения своих фантазий активно использовали листья. Эти и другие работы, подготовленные местными жителями, в ближайшее время примут участие в конкурсе, который организует компания «Рота Агро». И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.